Но эта выставка открывает для меня новый период в работе. И этот период определяется идеей музея. Причем не музея художественного, а музея исторического. Внешне формально это выражено в стеклянных витринах, которые являются составными частями работ. То есть не работы просто в витринах, а витрины часть работ. И это такой музей сегодняшнего дня, попытка мыслить о происходящем здесь сейчас с помощью музея, с помощью средств музея. Музей как форма мысли, музей как форма речи. Начинается все с работы «Процедурная комната», которая представляет собой серию сувенирных тарелок с рисунками на тему пыток, практикуемых в украинской милиции. Эта работа сделана после консультации с правозащитниками. И она существует как набор тарелок, который показывается на выставках. И как неограниченный тираж плакатов, которые используются на улицах, то есть вне выставочного пространства. Здесь есть серия черно-белых акварелей, которая начата в начале 2013-го с мотивами милицейского насилия, насилия по отношению к гражданским активистам, что вовсе не является какой-то приметой только последнего времени. Что происходило в Украине долгие годы и стало привычной частью здешнего социального ландшафта. И здесь работа сделана для этой выставки, которая называется «Администрация макет», которая представляет собой копию макет входа в Одесскую областную государственную администрацию. Чиновники, узнав, что Одесский Евромайдан, абсолютно мирный к тому времени, собираются к администрации, они заблокировали вход бетонными плитами и выглядело это как такое самозахоронение. И этот образ, мне кажется, имеющим отношение не только к предыдущему периоду украинской жизни, не только к прежней украинской власти, но вообще к власти, которая остается слепой, глухой, к голосам, к нуждам граждан, к голосам протестующих, которые не понимают и боятся их, и в итоге хоронят сама себя. Работа «Вчера, сегодня, сегодня» — первая вещь 2012 года, в которой я использовал мотив музейной витрины. То есть она и на предыдущих выставках выставлялась в различных витринах. Она похожа на какой-то такой странный минералогический музей, что ли. То есть витрина с камнями — это камень, который используется при оформлении, использовался при оформлении таких официозных советских пространств, публичных пространств, которые в то же время были пространствами идеологии. Ну, например, метрополитена. То есть если в большинстве стран метрополитен является чем-то исключительно утилитарным, то в Советском Союзе это был такой подземный народный дворец. Сейчас, если в России московское метро, оно остается идеологическим пространством в рамках нынешнего российского государственного проекта, особенно сталинские станции, они все еще работают как места, излучающие идеологию, то киевское метро оказалось таким гибридным. То есть вот эти интерьеры подземных народных дворцов сейчас затянуты сменной цветной пленкой, пленкой, на которой напечатана коммерческая реклама. И, собственно, вот величие такой модернистской античности, оно ставится просто на службу интересам рекламистов. Основа, твердая модернистская основа, твердая основа родом из 20 века, она спит под этими сменными пленками таких вечно сегодняшних реклам. Работа «Пыльные планы», сделанная в начале 2013-го, это рисунки пылью внутри лайтбоксов, рисунки с мотивами местности и зданий, зданий, которые стоят пустыми среди городов в Украине и Западной Европе, зданий, которые пустуют долгие годы, здания, результаты провалившихся проектов, неудачных инвестиций, кризисов, смен общественных формаций, здания, которые лежат как трупы среди города, трупы, которые никто не может вынести, здания, которые являются своего рода экспонатами, чем-то неутилитарным, как бы городским музеем провалов и неудач. Здесь также выставлены три работы витрины. Одна из них – это тоже начало, начало серии работ с моими архивными материалами. И здесь первый набор таких документов, которые называются «Вина изображений». Здесь различные изображения, которые или возникли, неся на себе какой-то груз вины, как, например, репродукции западных модернистских работ в советских книгах, собственно, полемизирующих с западным модернизмом, даже не полемизирующих, а просто громящих его как нечто идеологически враждебное. Также кустарная, подпольно изготовленная и подпольно распространявшаяся советская порнография. И здесь фотографии советских монументов, которые возникли как нечто абсолютно положительное, образцово-показательное, но сейчас приобрели совершенно другой смысл. Другая работа, которая здесь находится, называется «Музей революции. Вина показа». Музей, он все время играет с историей, и история все время его переигрывает. Это постоянная борьба истории с музеем. Она как бы и вписана в контуры вот этой квазимодернистской конструкции, отсылающей к опыту 20 века, в нашем случае к опыту социалистическому, но также к последним событиям, когда какие-то бывшие музеи вроде «Украинского дома», они становились местом совершенно реальных, новых, живых и хаотических общественных протестов, протестов, которые не вписаны в удобную идеологическую модель и в которых есть огромная внутренняя сложность. И последняя вещь, которая находится в этом зале, называется «Экспонат неразделимая». Это еще одна музейная витрина, которая наполнена золой, пеплом, углем, наполненными продуктами выгорания. И эта вещь, конечно, она связана с тем, что происходит в Украине сейчас, она связана с опытом последних месяцев, когда то, что нас окружало, выгорело до полной неразличимости, до полной потери различия между частями, до полной потери связей, полной потери внутренних сложностей, когда, собственно, все спустились на самое дно, когда остался лишь пепел и уже не разобрать, что горело. Также есть вопрос, а что делать, когда выгорает сам музей, когда сам наш способ писать историю, рассказывать историю, просто не выдерживает напора действительности, проваливается, разваливается, сгорает, и вся сложность исторического рассказа, она вдруг превращается во что-то однородное. Что делать, когда то, что мы привыкли видеть, как большое разнообразие свидетельств разного человеческого опыта, вдруг предстает перед нами вот такой однородной массой горелого? Я точно могу сказать, что это не мой страх и не моя надежда. Речь идет точно не о моих персональных переживаниях, при том, что они, конечно, есть, и они, конечно, находят это место в том, что я делаю. Моя ответственность состоит в том, чтобы быть достаточно чутким к тому, что происходит вокруг, и находить эти метафоры, которые могут захватить и зафиксировать эту реальность, собственно, вписать ее в историю, как бы отдать ее истории. И для этого я должен в очень большой степени убрать себя. Я должен стать каким-то каналом, через который эта информация проходит. Я должен стать как бы инструментом записи. Продолжение следует... Продолжение следует...